Ну-с, как бы вам рассказать. Sirius M Xbox для меня всегда оставался неким золотым граалем. Желанным эксклюзивом старенькой консольки с улучшенной классикой, объединёнными пришествиями и уникальным контентом. Всё смотрел небольшие отрывки на ютубе, да облизывался. И так бы оно и долго продолжалось, если бы в одном из самовских каналов не протрубили, мол, на эмуляторе ксему теперь Sirius M Xbox играбельный. Я буквально бросил всё и стал это дело качать, да настраивать. И спустя какое-то время эксклюзив был на мониторе, а геймпад в руках. От PlayStation, правда, этакий консольный гибрид получился что ли. И вот к концу прохождения я начал задумываться об идее, рассказать простым обывателям и тем, кто по каким-то причинам тоже не смог лицезреть Sirius M Xbox на своём мониторе. В чём принципиальное отличие классической ПК-версии пришествий и улучшенными на Xbox. Заваривайте чаёчек, а мы начнём. Сразу оговорюсь, что все детали были подмечены преимущественно из моего геймплея. Что-то, само собой, я могу упустить, это не исключено. Плюс футажи с эмулятора весьма неприятно фликерят, ну то бишь мерцают. Это косяк эмуляции. И лицам со светочувствительностью рекомендую вовсе не смотреть, а слушать. Я предупредил. Запускаем Sirius M Xbox и первым делом нам в лицо кидают совершенно новый визуал Сэмуэля Стоуна. Ты чё, ебанутый? Что ты там делаешь? Который закрепился на три игры и, слава богу, исчезнет после. Этот гигачат используется в Sirius M Xbox, Sirius M Next Encounter и Sirius M 2. Подмечаем также новое главное меню, которое позже в таком же виде будет использоваться в Next Encounter. Лично мне оно нравится. Убрать бы еще Стоуна с первого плана, но это мелочи. По башке себе стучи, бля. Игроки в Sirius M 2 будут чувствовать себя как дома, ибо настройки игры и профили перекочуют в будущем именно в двойку. Но что-то мы отвлеклись. Перейдем непосредственно к отличиям. Начнем с мелких. Теперь таблетки и самая мелкая броня дают плюс 5 единиц, а не плюс 1. Здоровье и броня теперь могут перевалить за 100 единиц с любой величины, будь то плюс 10, плюс 25 или плюс 50. Однако сверхздоровье и сверхброня будут медленно снижаться до 100 единиц. Также максимальная броня и максимальное здоровье дают максимум, то есть 200 единиц вне зависимости от первоначального количества здоровья и брони. Такая же система позже перекочует в Next Encounter. Это я буду не один раз повторять. Просто для справочки. Полностью анимированы загрузочные экраны с демонстрацией предстоящей локации. Также новая Нетрикса и прикольные шрифты. Модели некоторых пришельцев были улучшены. Так, например, безголовые используют улучшенную скелетную анимацию, которая будет использоваться вплоть до Sirius M4. Кукурбита прибавил в детализации и... Вроде все. Арсенал Сэма также был полностью переделан. Модельки приобрели более выразительные черты и прибавили в детализации. Также серьезные бомбы и, что более полезно, бензопила теперь встречаются в первом пришествии. Сама бензопила чувствует себя в Египте даже лучше, чем в лесах Северной Америки. Неплохо выручают на оазисе, при крупных скоплениях малых противников, а также в разных местах, которые приходились затруднительно... Которые проходили затруднительно при отсутствии оной игрушки. Иными словами, вписана она очень и очень органично. А серьезная бомба заполонила секреты. Но об этом чуть позже. Стоит также подметить, что Sirius M Xbox является первой частью серии, в которой появились полноценные катсцены. Интро было слегка расширено тем, что нам показывают безымянный город. И что ему поезда, собственно. Сэм чутка гоняет инопланетных захватчиков, да приходится отступить и прыгнуть в таймлок. Уже прослеживаются смехуёчки, но пока что в миру. Уровни первого пришествия неплохо дополнились деталями. Так, например, храм Хадшепсут зарос растительностью, залы со стихийными элементами прибавили в архитектуре, да и сами оригинальные коробки уже более не выглядят такими уж коробками. Плюс переработали некоторые текстуры, благодаря чему уровни не выглядят такими уж серыми, а стали весьма разнообразны на цвета. Это касается, например, гробницы Рамзеса, подземных коммуникаций и прочих внутренних помещений. У таких уровней, как Метрополис и Карнак, добавили больше фоновых декораций, за счёт чего бэкграунд прибавил в правдоподобности, ну и стал более живым. Отдельно хочется вновь вернуться к катсценам и именно локациям, что там демонстрируется. Над их архитектурой действительно заморочились. Та же концовка подземных коммуникаций уже не выглядит так бедно, а в такого рода выход из подземелья действительно веришь. Плюсом каждый переход между уровней обыгрывается заранее записанной катсценой, показывая соединение практически каждой локации. Но это ладно, вы вообще видели эти сасные арки в Долине Царей? Почему такой не вернули, когда делали иксбокс... Иксбокс, да. Почему такой не вернули, когда делали HD переиздание, остаётся загадкой. Хотя не такой уж и загадкой. Кратим просто-напросто было проще портануть ПК-версию и на её основе склепать улучшенный вариант. И всё же кое-что перекочевало в HD из Xbox-версии. Например, растительность на уровне лунной горы. В сами лунные горы попасть теперь и легче, и сложнее одновременно. Я по привычке прошёл дальше к мосту и началась катсцена. А оказалось, что нужно сломать все статуи на уровне и нас забросить не на оазис, а на лунные горы. Ах да, чуть не забыл. На каждом уровне в ключевых точках теперь разбросаны телефонные будки. И нет, они не для того, чтобы звонить. Это такой способ сохранить прогресс внутри уровня, который разок спас меня от перепрохождения всего метрополиса. Хотел было заснять забавную анимацию смерти лавового голема, как запущенный бандикам с критической ошибкой крашнул мне эмулятор. Ну а все текущие футажи были записаны уже через Shadow Plane. Такая вот небольшая история. С архитектурой мы разобрались. Она стала детальней, цветастей, и уровни начали играть новыми красками. Некоторые секреты тут изменились, а многие вовсе совершенно новые в данной версии игры. Так, например, серьезную бомбу начали давать с избытком. Вот прям вообще с избытком. То на дюнах, то в подземных коммуникациях аж две штуки нашел. А в метрополисе вовсе добавили новую секретку, чтобы засунуть туда... Та-дам, барабанная дробь, серьезную бомбу. А переносить их мы можем уже в привычном количестве из трех штук. И да, бомба тут имеет свой визуал, а не используется из инвентаря. Такая фишка позже перекочует в HD, что безусловно плюс. И немножечко о секретах. В серии появилась такая штука, как золото. Это могут быть мешочки или сундуки с золотом. Они дают очки, а следовательно помогают получать новые дополнительные жизни. Ну и сокровища теперь вынесены новым параметром в статистике наравне с секретами. Пару слов о дополнительных жизнях и очках. Лично мне очень понравилась система с очками. Она немножко разбавляет игровой процесс и побуждает совершать так называемые мультикил. Это уничтожение нескольких врагов одним снарядом или выстрелом. Однако, что не понравилось, это полное облегчение игрового процесса. Мне казалось, что дополнительная жизнь в случае смерти игрока будет откатывать на контрольную точку. А на самом деле при смерти игрока респавнят прямо на месте, как бы то произошло в кооперативном режиме игры. Ну и сами жизни накапливаются по мере всего прохождения. А это весь Египет, Северная Америка, Вавилон и Средневековье. Таким образом, за всю игру на харде получилось выбить аж 161 дополнительную жизнь. Ну это так неплохо, нехило, да? Если вы задумывались, в какой момент Кротим решили для своих рофлов использовать гнаров, то именно с Xbox версии. Здесь гнары присутствуют в большинстве катсцен. То в бассейн прыгают, то стреляют по Сэму из турельных установок, пока Сэмуэл летит между уровнями на доске для серфинга. Не спрашивайте, что тут происходит. Этот источник вдохновения хорватские приколисты возведут в абсолют в Сириус М2. Так ладно, вечно меня унесет куда-нибудь. Возвращаемся к отличиям. Большой лавый голем живет и прекрасно себя чувствует теперь в Метрополисе. Завершая эпичную баталию галочкой в виде босса. А в конце Алии Сфинксов больше не появляется. Следом идет Карнак, который разделили на два уровня. Это сам Карнак и бассейн Ангха. Или как оно там переводится? Добавились и стильные комнаты переходов между уровнями. Ебать, кто там упал-то, блядь? Весом 200 килограмм прямо над моей башкой. Добавились и стильные комнаты переходов между уровнями, которые меня, как сторожила Сэма, нехило так кинули в диссонанс. Ибо ждешь свежий воздух, а получаешь дополнительную комнату. Также теперь Карнак присутствует в двух ипостасиях. Первая половина дневной, вторая половина ночной. Че дневной-то, че ночной-то, ты текст не дописал, Володя? Первая половина дневной уровень, вторая половина ночной уровень. И это чертовски прикольное решение. Ну и пока заговорили о прикольных решениях. Все интерактивные предметы, будь то кнопки или новое оружие, выделяются приметно огромной стрелкой сверху. Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Я же скажу, что скорее за такого решения. Как минимум в конце луксора эти стрелки на сей раз спасли меня от высматривания разбросанных четырех анхов. Да-да, сто лет играешь в Сэма, а до сих пор не запомню их расположение. Да-да, я. Но вернемся обратно к Карнаку. Так как у нас разделение на два уровня, то и саундтрек как дневной, так и ночной. Дневной можно было слышать и на ПК, в демо-версии Карнака, которая также происходила в светлое время суток. Луксор, как бы мне он не нравился, встречает в Xbox-версии уникальным саундтреком, а не повтором темы Карнака, как то было в ПК-версии. И звучит новая композиция классно. В самом уровне отличий вроде не особо. Со священными дворами решили странно обойтись. Сам уровень совершенно не отличается, кроме двора с переключателями и водой. Теперь кнопки не поднимают уровень воды, а поднимают новые платформы. Зачем? Видимо, в угоду оптимизации. Ну и местные мини-арахноиды слегка подросли. В оригинале они были намного меньше. И заканчивается первое пришествие, как положено. С прикольных катсцен и обновленной модельки Ухзана. Выглядит действительно устрашающе. Особенно на вот этом вот моменте. Испугались? Обосрал. По дороге к пирамиде, кстати, можем найти серьезный урон. Ухзана побеждаем, и Сэм улетает прямиком в заставку. Это Second Encounter, который теперь именуется как Эпизод 3. Ну да, забыл чутка сказать. Первый эпизод закончился вместе с концовкой Метрополиса. Второй идет вплоть до конца Первого Пришествия. Третий эпизод – это вся Северная Америка. Четвертый – Вавилон. Пятый – Средневековье. Итак, третий эпизод. По классике жанра плюхаемся пьям... Пьяма, блять. По классике жанра плюхаемся прямо на Сьера Де Ча Пас. Что, блять, такое сегодня, а? По классике жанра плюхаемся прямо на Сьера Де Ча Пас. И негодуем желтой будки вместо красной. Так Кротим решили отделить одну будку для сохранений, а вторую для звонков. И, к слову, это единственная будка для звонков во втором пришествии. Ибо по стандартным местам их больше нет, а других я не заметил. И когда мне говорили, что второе пришествие порезано хорватскими ножницами, то нельзя. Я как-то не особо верил, ибо отчего тут можно порезать. Да уже начиная с первого уровня третьего эпизода. Проходим долину и заходим в храм, который нынче кидает на новый уровень – катакомбы. И вы такие типа, фига, новый уровень? Да, я тоже офигевал сначала. Поначалу думал, что нам подсунут просто внутренние помещения Сьеры Де Ча Пас, обычные ТСЕ. Но немного не так. Хороваты завезли кучу уникального контента. Как поначалу думал я, но вспомнил одну штуку. Если вы играли в HD-версию второго пришествия, наверняка натыкались на паленки демо. И что за демо это ваше такое? Так вот, если мы покопаемся на просторах интернета, то сможем откопать демку второго пришествия, где как раз будет один большой уровень – паленки. Он и совмещает в себе Сьеры Де Ча Пас, уникальное внутреннее помещение и, внимание, долину ягуаров, только урезанную на храмы. В итоге Кротим вшили в повествование уникальной локации из той демки. Немножко объединили со старыми местами и назвали катакомбы. Довольно прикольный уровень с множеством интересных архитектурных и геймплейных мест. Следовательно, у нас переставили огнемет и гранатомет. Третьим уровнем идет сама долина ягуаров, в начале которой мы подбираем ракетницу вместо гранатомета. Как вы можете заметить, промежуточную долину из оригинала и вовсе вырезали. А знаете, что еще вырезали? Полностью левый храм в долине ягуаров. Однако оставили в первозданном виде весь правый храм. Зачем? А черт его знает. Город богов. Пожалуй, самый порезанный уровень второго пришествия. И дело даже не в его продолжительности. Поредили дома, разного рода постройки. Вот тут, например, арахноиды замуровали демоны. Миниган решился своего пьедестала. Вот так кощунство. После длинного коридора выходим в поселок, который наоборот оброс приятными стенами. А дома поставили как надо. И уровень теперь заканчивается на входе в подземелье. Это что касается урезаний. Однако, одна вещь была нова. Все, наверное, помнят, что в начале уровня мы должны были подобрать две маски и разместить их на алтари. Так вот, при подборе уморительной смешной маски звучал дикий смех. Тогда как маска жестокосердия подбиралась... Эээ... Молча. Этот недостаток был исправлен в Xbox-версии. Вообще, вы задумывались, да, что этой детали как бы не было в оригинале? Или никто не задумывался, да? Я как-то тоже не задумывался, если честно. Но пойдем дальше. Также я приметил, что у зумпула появилась новая анимация стрельбы. Если сравним с классической, то здешняя как бы дольше готовится к стрельбе, что помогает во многих случаях среагировать. Ну и в самом начале уровня пирамида майя как-то подросла в размерах. Новый уровень Inner Sanctum, извините за мой французский мессия, встречает снова новым вариантом композиции города богов, создавая некое эхо в звучании, как бы подчеркивая причастность саундтрека к внутренним помещениям. Ну а сам уровень без особых отличий. Только вон таблетку на отключение гравитации убрали ироды. Змеиные дворы, на удивление, без изменений. Убрали только телефонную будку для звонка, а также из пирамиды вываливают обычных рептилоидов вместо горных. Ох уж эти консольные казуалы, ну ладно. Яма, ну, вроде все так же. За исключением финальной катсцены, где Сэм выбивает себе на игровом автомате трех Сэмов и выигрывает телепорт дальше по сюжету. Вот вы, конечно, хи-хи-ха-ха, но сама деталь, что присутствует у нас здесь как бы телепорт, это на самом деле плюс. Потому что в оригинале вместо телепорта у нас просто светящиеся платформы. А здесь, ну, полноценный телепорт завезли, между прочим. Так что, эксклюзив, господа. Зекурат встречает нас катсценой, новенькой, а также с пижиной снайперкой позади. А нет, все, нашел, извиняюсь. У шипов добавили фок. Но если знать, что прыгать нужно в центр, не ошибетесь. Секретка на месте. Далее зачем-то убрали подъем, и Сэм выходит прямо под лестницей. Я, честно говоря, не знаю, кому оно понадобилось, но выход из помещения стал как-то менее красивым. Пробегаем все оригинальные локации и находим еще одно разделение на два уровня. Врата Персиполиса. Так нам отделили от Зекурата внутренние дворы и охранные башни. Изменили погоду на вечерний закат. Очень симпатичный, кстати. Ну и, само собой, завезли уникальный саунд. А еще зачем-то спиздили дверь секреткой и поставили золотого льва. Видимо, у консольщиков какая-то проблема с шипами. Сначала с долины ягуаров выпилили храм с шипами, затем секретку с шипами и гравитацией. Ну вы че, ё-моё. Атриум Слонов. Хотел бы я сказать, что уровень остался без изменений, да только из него выпилили аж целый сектор с золотым слоном и рычагом. Оптимизация по-хорватски, так сказать. И теперь, зайдя налево, вы заметите, что двери во внутренние дворы и вовсе нет. Как и самих тех локаций, если залезть повыше. Дворы Гильгамеша также подверглись изменениям. Но не особо привычным. На самой локации ничего не поменялось. Теперь уровень резко обрывается на середине, перекидывая нас на следующий уровень. Храм Гильгамеша. И вот в храме уже звучит прям шикарнейший вариант трека дворы Гильгамеша. По сути, то же самое, но лучше. Ну а сама вторая половина уровня без изменений. Церемониальный холл. Именно так называется уровень, который включил в себя первую половину оригинальной Вавилонской башни. Теперь оригинальный трек играет именно на нем, тогда как новая версия досталась второй части уровня, Вавилонской башни. Здесь на удивление Кратим вспомнили, что всячески улучшали кубическую архитектуру классики и добавили неплохие арки над дверьми. Выглядит более правдоподобнее и эстетичнее. После убийства личинки Гзотехка цены нам дополнили, где именно был телепорт в следующий временной отрезок, а не светящаяся плита из оригинала, как все думали. Ну и естественно, как же без шуток-то? Без пинка телепорт отказывается заводиться. Сэм дает пинка и телепортируется в 1138 год, в средневековую Европу. Что у нас по изменениям здесь? В первой части цитадели, на уровне с громким названием Мост, где самого моста на аж целых 2 минуты, подмечаем добавленный телепорт, как у подножья храма Хадшепсут. Таким же обозавелся и Зиккурат. Весьма неплохое дополнение. И здесь почему-то вместо отобранных стволов у нас всего лишь отобрали боеприпасы. Почему? Не ясно, ибо все оружие дают там же, где и положено по оригиналу. И я думал, что раз уровень называется Мост, то и закончится он после его пересечения. Однако дают погулять еще и по территориям крепости. Снова подмечаем убранную телефонную будку. Вот чудаки, конечно. Как смешные катсцены, так это мы добавим. А как разговор Сэма с Сэмом, это мы уберем. Алло, это Сэм? А это кто? Это я, Сэм из второй части! Логики вообще не наблюдается. Зайдя в помещение цитадели, уровень сменяется на уже знакомый. Цитадель. По сути, да, нам снова поделили один уровень на два. Из приятных, уникальная музыкальная тема для цитадели, которая в файлах игры наоборот значится как бридж, но используется все наоборот. И отдает она планетой Клир и Сириус М2. Особенно его боевая версия. Из нововведений цитадели. Наверное, помните комнату с ловушками, которую можно разнести ракетами. Теперь, находясь внизу, лезвия крутятся. Видимо, в оригинале не доглядели, ибо там это были просто давилки с острыми углами. В остальном, это все тот же уровень. Но с новой порцией цирка в конечной катсцене, демонстрирующей нам, как именно Сэм добирался до земель проклятых. И это, бляха, лучше бы не демонстрировали. Хотя вот с самой катсценой я прям искренне поржал. Это настолько дебильно, что аж хорошо. Оставлю ее вам полностью, чтобы прочувствовать. В итоге Сэм с последним Гнаром вылетают из пещеры и скатываются к уборям прямо в начало земель проклятых. Гнар же остается прямо на уровне. Снежный ком можно разбить и упокоить бедолагу. Поездили хорошо, да хватит. Причем уровень теперь называется Winter Wonderland, что переводится как Зимняя сказка. Не скажу, что это хорошее изменение, но и плохим назвать его не могу. В общем, пойдет. Долина полностью без изменений. Да вот, дойдя до пещер, нас встречает дверь, намекая на разрезанные уровни. Лавовые пещеры. Вторая часть Земель проклятых, для которой Дамьян написал не просто новый вариант старой композиции, а совершенно новый трек, в котором вы явно узнаете вайбы Sirius M2. И музыка просто идеально подходит здешним пещерам. Единственное упущение – это то, что данная тема играет также и после телепортации к Ледяному Замку. А вот сам Ледяной Замок прибавил в объектах весьма весомо. В оригинале там, кстати, тупо стены. Неясно, где там был замок. Ну и по канонам Xbox-версии, Сэм добирается до собора на санях, блядь. Саня. Ну и по канонам Xbox-версии, Сэм добирается до собора на санях с запряженными клирами. Коридор Смерти. Первая половина собора. И зайдя на него, я подумал, мол, ОГО, они добавили мирную тему для собора? Но разочарование подкралось быстро. Это не мирная тема. Это новая тема для всего коридора. Не сказать, что это плюс, ибо иконечную тему мы будем слушать, только выйдя к самому собору. Композиция, кстати, полностью использовалась в будущем для интро второго Сэма. Поэтому вызвало странное ощущение при прохождении. Ну и сам Великий Собор, который в Xbox-версии содержит в себе битву у стен собора и босса. Здесь уже, да, играет то самое. По итогам, сами хорваты показывают Сэму оценку его навыков, а Сэм звонит Менталу. Тут уже игроку решили разбавить статичную демонстрацию телефона будки на резку его похождений по обоим пришествиям. Что, как мне кажется, даже лучше. А после Стоун улетает в продолжение, которое выйдет уже в 2004 году и уж слишком возведет в абсолют все комедийные моменты Xbox-версии. Serious Sam Xbox, как по мне, является той золотой серединой классической версии серьезного Сэма. Она в меру аркадная, в меру забавная и хорошо доведена до ума в плане геймплея и локаций. Но, к сожалению, Кротим зачем-то избрали путь улучшить смешнявки и свели все в выступление клоунов в Serious Sam 2. Да, Xbox тоже опускался ниже Плинтуса, но делал это только в катсценах, чтобы разбавить уж слишком серьезное повествование. Здесь нет смешных врагов, странного оружия и наплевательского отношения к сюжету и персонажу. Здесь шутка там, где она могла бы быть, и при этом не перекрывает серьезный тон самого геймплея. Ну а я же теперь точно считаю Serious Sam Xbox лучшей версией классики. Это мое мнение, и оно может не совпадать с вашим. Я вырос на классике, я знаю ее вдоль и поперек. Однако Xbox M смог украсить перепрохождение так, словно я проходил игру в первый раз. Это уникальный опыт. Ну а если кому очень захочется пройти, и не пугают разного рода графические артефакты, вперед на эмулятор к всему. Чутка настроить, и можно с кайфом проходить. Ну а с вами был серьезный Володя. Немножко приоткрыл завесу тайны консольного эксклюзива. Да, поделился с вами своими мыслями и наблюдениями. Само собой информация максимально не новая. Но кто-то, как и я, не имел возможности ознакомиться с данной уникальной версией серьезного Сэма. Всем удачи и всем гнаара! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok